Я хочу поговорить на такую тему, как разные беженцы из России, наши любимые звезды, которые радовали нас своими песнями десятки лет, или противоположные какие-то люди, которые здесь остались, и придя на интервью к Дудю, попадают в какой-то просаг. Это кто там последний, гремел там у него, это Артемий Лебедев, до этого Вика Цыганова. Мы с вами видим в них некую концептуальную разницу, ну, по крайней мере, нас через средства массовой информации пытаются в этом убедить, что вот уехали, и там они что-то там плохое, которые, да, вот Галкин, Макаревич, этот Панин, прости господи, и еще там тьма их, тьма. Знаете, живу я почти, да нет, точно, 18 лет я живу уже без телевизора, поэтому все эти фамилии я знаю так очень-очень издалека, слышу только о них, поэтому, извините, если я всех не припомню. А, значит, против них есть такие вот, которые, которые прям твердыня, которые там за нас, а-ля шаман, ну, какие-то, скажем так, провластные, провластные, вот они здесь остались, не бросили, а, значит, эти хорошие, а те плохие. Давайте, знаете, как попробуем с другой стороны. Тема, тема такая скользенькая, скользенькая, и я, конечно, когда говорю сейчас о ней, я рискую, я рискую попасть в немилость. Тех, кто не привык думать, а привык, как бы, ну, вот как сказали по телевизору, так и есть. Че там обсуждать еще? Нам сказали, там, Пугачева дрянь, Макаревич сволочь, так и есть. Все, ну, по крайней мере, в комментариях, хотя сейчас мало чему можно доверять, вот там, ботов же полно, напишут что угодно. В комментариях там все хает их, да, вот они такие негодяи, вот они уехали там за рубеж, и оттуда еще там гадости про Россию пишут. Я специально в противовес ставлю тех, кто не уехал и кто, ну, знаете, как вот не просто артист. Артист, я там пою песни, да, и все. Мне вот повезло, у меня повезло. С одной стороны повезло, что я не сильно популярный, а вот представьте, что я был бы сильно популярный, там, на уровне того же, ну, Киркорова, например. А меня спросили бы сразу, а какое ты мнение имеешь по такому-то вопросу? И пойди сейчас вот скажи, что, ребят, не хочу никакого мнения иметь, я певет, отстаньте. Уже не прокатит, уже давай-ка, а давай-ка сторону выбирай. Ну и вот смотрите, в чем здесь дело. Те, кто все, все изначально были в России, все были в России, они были русскими, кто-то в СССР пел еще, да, многие из них пели в СССР. И все они были нашими, любимыми. Как же так получилось, что они вдруг раз вот и какие-то стали как будто против нас, да, вот, а против кого, против нас? Против нас, всех вот людей вокруг живущих, или против конкретных каких-то людей, которые задают нам здесь повестку? Просто вот смотрите, если у нас есть уже насиженное место, вот ты поешь, вот у тебя концерты, или там с какими-то юмористическими роликами ты выступаешь, и ты понимаешь, что если сейчас ты скажешь что-то против, вот против сложившейся ситуации, то ты потеряешь все. А в данном, вообще вот в сегодняшнем дне, ты можешь потерять и не только концерты, а потерять свободу и жизнь. Потому что уже ставки вот такие стали. И вот, знаете, если выбирать из одних и вторых, кто уехал и кто остался, и спрашивать, кто из них более честен, кто из них более честен, я, наверное, даже если не разбираться именно в самой ситуации, что там происходит, как, кто что сказал, а кто что не сказал, просто от этого абстрагироваться, отойти в стороночку и посмотреть. Вот у человека, у человека здесь было все. И все у него было хорошо. Правильно же? Мы сейчас говорим именно о людях, у которых здесь все было хорошо. Мы не знаем какого-то дядю Васю, который вот в том синем вагончике работал. Да и пофигу на него, что он там, уехал, не уехал, за он там или против. Плевать. Мы знаем вот таких-то людей, эти фамилии, и у них здесь все в их деятельности, в их бизнесе, все было хорошо. И они прекрасно понимали и осознавали, что если они что-то скажут против, то все у них здесь будет плохо. Им придется отсюда уехать. Придется. Не потому что им там в какой-то стране теплее, и там воздух какой-то более приятный. Нет. Придется уехать, потому что их здесь загнобят. Их здесь будут в порошок стирать. Может быть и в физическом смысле. И другая когорта, противоположная, которая за, назову их за, сложившийся режим. Так же они пели, так же выступали, так же эстрада какая-то, там вот, неважно какая, там, телеведущий, или ты певец, или ты, да кто угодно, хоть массажист с мировым именем и с признанием. Здесь неважно. Ученый-то неважно. То есть ты, по идее, своим там лицом, своим словом, голосом влияешь на массы. И вот ты, ты решил остаться. Там мы даже не будем, знаете, вот рассматривать. из-за убеждений решил остаться. Из-за теплого, хорошего, нагретого места. Или из-за страха какого-то за будущее. А вдруг, а вдруг вот там не получится. Вот у нас просто два лагеря. Одни остались и сохранили все, что у них было, а может быть, и приумножили многократно. А другие, ну, можно сказать, пожертвовали всем. С точки зрения обычного человека, вот как я, который там копейки зарабатывает, я, наверное, думаю, ну, обычный человек, да им там и за границей заебись. Что им там вообще? Они там живут у себя в этих Европах, куда они там, в Испаниях, в, куда там, Алла, этот, Израиль. И у них и там все классно. У них же там все здорово. Они там заработали, они тут зарабатывали на нас там 30 лет, там 40-50, они там вот все, им Россия все дала, им все дала эта Россия. Они теперь плюнули ей в лицо и уехали, сволочи. И оттуда еще харкают там на нас, мы здесь в сложной ситуации, а они нас бросили. Да, все так и есть. Но подумайте, вот вам, например, нужно будет рискнуть, ну, чем-то, максимум, вашей квартиркой какой-то занюханной, маленькой, какой-то зарплатой, на которую еле-еле выживешь. Какой-то там нищенской, жалкой, возможно, пенсии, которая вас ждет в будущем. Вот это у вас, вот это все у вас, вот просто вот на ладошке уместится вот этот вот пшик по сравнению с тем, что у них было здесь. И тем не менее они взяли и сказали нет, неважно чему, нет миру, нет войне, нет ожирению, нет там загазованности воздуха, нет перелетным птицам, чему угодно. Ну, просто вот здесь речь о чем я вот хотел спросить вас, может быть, как, знаете, я вам тут раскладываю все, пытаюсь по полочкам, чтобы, возможно, вы разложили у себя в голове. Еще раз напоминаю, у нас два лагеря. Один, который все себе здесь оставил, живет и у него все хорошо. Наступил он себе на горло, сказав, что да, мы там за СВО. Не наступил. Это вопрос третий. Но те, которые уехали, они все потеряли, понимаете, все потеряли благодаря каким-то, какому-то зову сердца. Вот они видят, что вот они видят, они понимают, что вот так не может быть, мы не можем с этим смириться, мы не хотим с этой реальностью смириться. И мы готовы, ведь они же жили здесь, ну, скорее всего, шикарно. Скорее всего, я подозреваю, они жили так, как я даже себе представить не могу, что так можно жить, потому что, ну, в моем представлении нет такой шикарной жизни. Вот. И они из этой шикарной жизни ушли. Тут сейчас нам говорят, вот они там побираются, у них там концертов нет, ничего нет. Да, это понятно? Конечно, понятно, ничего нет. Вы просто возьмите, переедьте в какой-то другой город, где у вас не связи, ничего, вот буквально у вас, если там машина будет в другом городе, колесо проколете и не знаете, куда с этим обратиться. Нога заболела, не знаете, куда пойти, зуб заболел. Здесь уже все, уже все хорошо. И вот представьте, вы это все теряете. Даже такие мелочи, такие вот пшик, и то это сложности в жизни. Они просто, вот эти люди, ну, мне кажется, они более честные. И этим людям, ну, возможно, я бы больше доверял. Я даже не рассматриваю в какой-то конкретной ситуации, а вообще в целом. Потому что пойти против какой-то невероятной, огромной, мощной силы, которая представляет правительство России, так назовем его, да, правящий этот класс, против него пойти, это как вот вы идете и видите, шайка бородачей избивает там ботаника. А вы мимо идете. И вот у вас выбор. Кинуться его защищать или не кинуться. Мимо пройти, в сторону глаза вот так вот отвести, я ничего не вижу. Убрать взгляд куда-то в сторону. Ничего не понимаю, ничего не хочу знать. Наверное, ботаник сам виноват, что он вообще тут пошел, ну и так далее. Или кинуться. Вот где по-вашему геройство, вот где, да даже геройство, здесь слово такое, не люблю его. Ну где более честность? Наверное, вот в том, вот где там какая-то жертвенность. Есть жертвенность, значит, значит, есть и честность. Вот так. Почему значит тот же самый взять Лебедева? Почему он там у Дудя вот так вот там пык, мык, бе, ме, там неизвестно как отвечал. Уже все забыли, понятно, сейчас новости быстротечные, но тем не менее, потому что впереди возможно будут еще подобные ситуации, и я просто опишу на примере Лебедева. Почему это так, если, ну, вероятно, как мне кажется, я сейчас скажу очевидные вещи, но может вы скажете, что они неочевидны. Ну, значит, он выбрал жить здесь. Чтобы жить здесь, в России, нужно плясать под дудку власти. Если ты хоть слово пикнул, не то, что против, а хотя бы замялся в своих как-то размышлениях, там, подумал, все, тебя уже тут же могут записать в какие-то полувраги, уже в какие-то более ненадежные люди, а потом смотришь, а ты уже иностранный агент, и все, и это такая удавка. А у Лебедева и похожих на него персонажей, у них есть что терять. Это мне, по сути, власть, ну, что она может сделать? Она может только вот физически прийти, вот взять меня вот этими ОМОНовцами вот за, или обычными ментами, за шкирку и куда-то в каталажку бросить, и все, и все. Чего она мне сделает? Больше ничего. А там тебя будут душить по чуть-чуть, по чуть-чуть, а тебе есть что терять, а ты этого терять не хочешь, и ты выбрал изначально. Я это терять не хочу, я хочу жить хорошо, а в свете сложившейся ситуации я могу хорошо жить, выполняя определенные правила, которые всем известны. Если власть сказала «А», ты должен тут же «А-а-а-а-а-а», она скажет другую букву, и ты тут же должен эту же букву озвучивать сам, самостоятельно, еще и придумать, как бы это так вот объяснить, что вот без этого звука мы вообще не можем невозможно наше существование сам должен ну лебедев же вы помните он кем работать но он пытается что-то объяснить нам вот у него блок такой был я не знаю как сейчас после всего этого видите там что-то там там плюнул на мизулину которую все там презирают может быть тоже это постанова вполне возможно чтобы он знаете не казался уже нам всем таким вот ну прям ну вот ну совсем ну в доску вот в доску за власть он такой раз там пиздулина и потом это пиздулина на ему а он ей там на этом моя извиняюсь зачем ну как мне кажется я не верю во всю эту хуйню там который у них происходит что там хоть что-то честно мне кажется все это чушь бред ложь пиздулину все презирают и все ненавидят любой здравый человек вот смотрит на йод это вот наркоманскую и рожу вот эту протокольную противную мерзкую любой здравый человек ее ненавидит и презирает и поэтому лебедев чтобы сгладить свою вот как бы чтобы остаться для людей немножечко своим хотя бы давно чтобы не думать что кончалыга уже просто про кремлевская он такой раз плюнул в того кто является кончалыгой про кремлевской и тут вроде бы как будто бы как будто бы небольшой у них конфликте конфликте чуть-чуть он раз себя и обелил я думаю что это все можно просчитать это же можно просчитать а если вот ну я тут вот без каких-то специальных образовать образование считаю что это можно просчитать то я думаю это просчитать просто должно быть и вот все эти провластные там у них институты скорее всего есть по управлению массами скорее всего это все просчитывается уж если в каких-то сраных сетевых там магнитах лентах просчитывается какая у нас на музыка должна играть и в каком порядке должны быть разложены товары чтобы ты попадал в определенное состояние когда ты заходишь и чтобы ты покупал больше ты думал купишь пришел за хлебом а купил на 5 тысяч такая вот хуйня про вся продумывается очень точно четко то уж как мы должны там думать и что у нас в голове на другие темы более серьезно я думаю там все это просчитывается намного более тщательно